Человечество всегда интересовали загадки древнего мира. На многие тайны древности мы находим ответы, а некоторые продолжают волновать умы ученых и обычных людей. Одним из таких вопросов является древнейшее государство на Земле, откуда более поздние цивилизации черпали вдохновение и священные знания. Но где оно находилось? И что это было за государство? И что мы, современные люди, знаем об этом государстве? Ученые называют Шумер одной из древнейших цивилизаций, указывая на существование и более древней цивилизации, ибо сами шумеры писали, что многому их учит народ из некоего священного государства и даже называют его имя и географическое расположение. В шумерской поэме «Энмер Кар» и «Повелитель Аратты» Аратта обозначалась как труднодоступная горная область вдали от Урука. Указывается также, что это священное место и сказочно богатый край, где много золота, серебра, лазурита и других ценных материалов, а также много ремесленников, умеющих их обрабатывать. Но что особенно интересно, в Аратте шумеры искали строителей и архитекторов для возведения важных ритуальных строений и храмов-зиккуратов. В 1963 году один из выдающихся шумерологов мира Самуэль Крамер, исходя из имеющихся в клинописных текстах данных, высказал предположение, что Аратта должна была располагаться севернее шумера близ озер Урмия и Ван, то есть на Армянском Нагорье. Вместе с тем, все упоминаемые в Аратте полезные ископаемые от золота до лазурита имеются на Армянском Нагорье. И благодаря археологическим раскопкам, известно их использование еще в ранней древности населением Нагорье. Обратимся к фактам. Как священное писание, так и наука всегда относили Армянское Нагорье к одной из древнейших цивилизаций. Армения единственная из ныне существующих стран, указана на древнейших картах мира. Несмотря на это, древнейшая история Армении окутана завесой тайны и малоизученной исторической наукой. Отметим, что еще полтора столетия назад человек не имел даже представления о существовании государства Урарту или Араратского царства. Основная проблема заключается в том, что Армения в эпоху возрождения и бурного расцвета науки не имела государственности и была разделена между Османской и Персидской империями. Армении уделялось недостаточно внимания еще и по причине того, что древний мир только-только вновь стал открываться учеными лишь в XIX веке. Именно с расшифровки древних клинописей Междуречья начался новый этап в изучении древнейших стран Шумера, Египта, Вавилона, Армении и других. Вместе с тем, благодаря Священному Писанию, наука всегда знала, что армянское Нагорье является местом творения человека Господом, а также местом спасения человека праведным Ноем. Об этом ведают тексты Торы, Библии, средневековые карты и описания. Сегодня наука подтверждает многие постулаты Библии. Существует теория, согласно которой именно на территории исторической Армении, зародились земледелие, животноводство и производство текстиля. И именно отсюда, по мнению ряда ученых, люди начали заселять Ближний Восток и Европу. Генетики из Британии, Дании и России недавно оказались просто шокированы результатами анализов ДНК женщин, современной Армении и их предков, живших на территории Армянского Нагорья за 8 тысяч лет до нас. Результаты этого эксперимента были опубликованы в научном журнале Current Biology в 2017 году. Анализ ДНК показал полное отсутствие отличий у древних и современных жительниц Армении. Фактически, сменялись народы, культуры, но эти процессы практически не затрагивали армянских женщин. При этом, как это ни парадоксально, до недавнего времени в учебниках по истории Армении древнейший период был отмечен больше вопросами, нежели ответами. Кроме того, не имелось внятных описаний происхождения армянского государства и народа. Было принято считать, что армяне появились лишь в эпоху падения Урарту. Бехистунская надпись Дария I была тому подтверждением. Хотя длительное время и считалось, что Урарту и Армения – это разные культуры, но у Дария на нескольких языках было отмечено, что Урарту и Армения – это одно и то же государство и что оно поглощено Персией. До покорения Урарту, или вернее Араратского царства, так как это одно и то же слово в зависимости от прочтения клинописи, на армянском Нагорье существовало множество мелких и крупных государств. А самым древним из известных было упоминаемое в древних шумерских текстах государства Аратта. Сохранилось несколько поэм с его упоминанием. В поэме «Энмеркар и повелитель Аратты» говорится, что шумерский правитель Энмеркар решил покорить богатую горную страну Аратту. Он послал гонцов и попросил помощи ее мастеров в строительстве храма богу Энки, а также потребовал выплатить ему дань золотом, серебром и драгоценными камнями. Особое отношение к государству Аратта выказывали многие тексты третьего-второго тысячелетий до нашей эры. У древних цивилизаций в отношении Аратты употребляются такие эпитеты, как «священное», «уважаемое», «важное». Сохранилось любопытнейшее шумерское выражение «когда власти мудры, а бедняки послушны» это результат благословения Аратты. Во многих клинописных текстах Аратта была страной, которую почитали из которой соперничали, а царь Урука сильно завидовал и пытался захватить несметные богатства северного соседа. Вероятно даже, что Энмеркар и сам был переселенцем из Аратты, поскольку существует теория, согласно которой библейский Немрод и есть шумерский Энмеркар. А в Священном Писании сказано, что правнук Ноэ Немрод переселился в землю Синаар, шумер, и основал город и стал строителем той самой Вавилонской башни. Фактически, Энмеркар мог быть реальной исторической персоной, мечтавшей о покорении более богатых земель. Неспроста древнейшие люди особенно почитали государство Аратты и неспроста указывали, что там находится основа основ человеческой цивилизации. В той же поэме «Энмеркар и повелитель Аратты» говорится, что богиня Инанна всегда благоволила Аратте, но теперь, по утверждению Энмеркара, она перешла к Уруку. То есть имеется в виду, что все началось именно в горной стране, на которую равнялись соседние страны. Фактически, жизнь заново пошла с земли Араратской или страны Аратта, где налицо явная преемственность названий. В этом контексте все укладывается в единую логическую цепочку и указывает на то, что более позднее государство Араратское царство, или Урарту, является прямым продолжением священной и богатой страны, которую древние люди называли Аратта. В истории Армении Арарат всегда имел священное значение, как начиная с библейских текстов, так и во времена Тиграна Великого, где центром Армении была область Айрарат. Далее эта корреляция Аратта-Урарту-Арарат присутствует также и в названии Первой Армянской Республики 1918 года, которая называлась Араратская Республика. Эта преемственность не является случайной и несет в себе тот самый генофонд и код армянского народа, который не меняется вот уже почти 8 тысяч лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова